МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За период с сентября 1943 года по март 44-го войска Калининского, Западного и Центрального фронтов значительно продвинулись в западном направлении. Была освобождена примерно пятая часть территории БССР, в том числе два областных центра – Гомель и Мозырь, 36 районных центров и сотни других населенных пунктов Витебской, Могилевской, Гомельской и Полесской областей. Активные действия на белорусском направлении вынуждали противника держать тут мощную группировку. Это не давало возможности противнику перебросить часть сил на юг, где осенью 1943 и зимой 1944 войска Красной армии наносили главный стратегический удар. Войска указанных фронтов провели целый ряд военных операций, которые имели разный успех и результаты. Более успешными операции были на Гомельско-Бобруйском направлении. Значительно сложнее события разворачивались на Витебском, Оршанском и Могилевском направлениях, на которых действовали войска Западного фронта. За период с 12 октября 1943 года по 1 апреля 1944 командование фронта провело 11 боевых операций. Первая операция на Оршанском направлении была проведена 12-18 октября 1943 года. С 29 декабря по 6 января 1944 развернулась Витебская операция. Эти операции были тяжелыми и кровопролитными, как и Багушевская операция. После этих двух неудачных попыток наступления ставка Верховного главнокомандованиям 18 января 1944 года поставила Западному фронту более ограниченную задачу во взаимодействии с Прибалтийским фронтом овладеть Витебском. В ходе боевых действий были проведены следующие операции Витебская на Оршанском направлении, Витебская, Оршанская и Багушевская. Однако поставленная задача не была выполнена. Бывший участник этих боев, генерал армии в отставке, Махмуд Ахметович Гореев, делает вывод. Нельзя сказать, что все операции были совершенно бесплодными и не дали никаких результатов. Они изматывали противника. А главное, вследствие постоянных активных действий войск Западного фронта, германское командование так и не смогло перебросить дополнительные силы на другие направления, где решались основные стратегические задачи. Операции Западного фронта стали предметом рассмотрения чрезвычайной комиссии Государственного комитета обороны, которую возглавлял Георгий Максимилианович Маленков. Категоричным было ее решение. Все эти операции закончились неудачно, и фронт своих задач не выполнил. Командование Западного фронта было отстранено от руководства. По распоряжению ставки 12 апреля Западный фронт был разделен на 3-й и 2-й белорусские. Во второй половине апреля 1944-го войска фронтов, которые наступали в направлении Беларуси, получили приказ о переходе к обороне. Это время было использовано для подготовки к решающей битве за Беларусь. К операции «Багратион». КОНЕЦ КОНЕЦ